Приветствую вас на полезном канале. В этом видео вы узнаете, как приучить котенка к лотку. Подписывайтесь на канал и слушайте внимательно. Изначальная подготовка к туалетным делам вашего котенка начинается еще до того, как вы принесете его домой. Обычно к лотку котят приучают их мамы еще за период кормления мохнатых карапузов, поэтому если котенок вырос с мамой кошкой, в лоток ходить он обычно умеет на отлично. Но даже если это оказался подобрыш, схема с туалетом для котенка принципиально не отличается. Вам нужно обязательно выбрать сам лоток для котенка, наполнитель для лотка или без него, место для кошачьего туалета в вашем доме. Все три фактора очень важны. Как только вы принесете в дом вашего маленького питомца, сразу же найдите место для лотка. Выберите для него укромное и в то же время доступное место. Следите за тем, чтобы дверь в помещении, где стоит лоток, была всегда открыта. Подхватите котенка и осторожно посадите его в лоток, пусть он с ним познакомится. Внимательно следите за своим пушистым другом в первые несколько часов. Как только вы заметите, что он начинает беспокоиться и искать местечко, отнесите его в лоток и скажите нежным голосом, что это его туалет. Котенок выбрался и убежал? Не сделав свои делишки, не беда, продолжайте наблюдать за ним и повторяйте попытки через короткие промежутки времени. После кормления или сна обязательно снова отнесите котенка к лотку. Котята, как правило, хотят в туалет после еды и сна. Следите за его поведением в это время и помогайте питомцу найти дорогу к лотку. Таким образом вы сформируете условный рефлекс. Покажите котенку, что делать Если ваш питомец никогда не видел лотка, вам придется наглядно продемонстрировать ему, что делать с этим предметом. Разумеется, не нужно пользоваться лотком на глазах у потрясенного кота. Достаточно показать, что тут можно копать. Для этого посадите котенка в лоток и поскребите пальцем наполнитель. Ни в коем случае не пытайтесь научить котенка копать, держа его за лапки. Вот этого он только испугается и в следующий раз будет обходить лоток стороной. Хвалите и не наказывайте Гладьте и ласково разговаривайте с котенком каждый раз, когда он проявляет интерес к лотку и правильно им пользуется. Не кричите, не тыкайте животное мордой и не бейте его за промахи. Этим добьетесь только того, что туалет будет ассоциироваться с наказанием и питомец будет справлять нужду по тайных труднодоступных уголках. Если котенок оставил сюрприз в неположенном месте, переложите кучку в лоток. Это напомнит малышу, куда следует ходить в туалет, а запах будет ассоциироваться с горшком. Тщательно отмойте место промаха. Чтобы случайность не стала закономерностью, как можно скорее уберите все следы хулиганства, нужно обязательно избавиться от запаха, иначе котенок будет считать это место своим постоянным туалетом. Никогда не применяйте жестокие меры воспитания котенку за то, что он опорожнился вне горшка. Наказание усугубит проблему, котенок начнет бояться вас, особенно если вы будете шлепать его или толочь носом в испражнениях. Большинство кошачьих никогда не будут гадить в тех местах, где располагается их еда и вода. Если котенок выбрал место для того, чтобы ходить туда, а не в горшок, вы можете поставить рядом с этим местом его тарелку с кормом и водой. Эту площадь в том числе можно обработать моющим средством с ярко выраженным запахом. Поместить туда кусок ароматного мыла или побрызгать духами. Котенок может не добегать до горшка из-за того, что у него имеются проблемы со здоровьем. Они могут раздражать котенка и заставлять его ходить вне горшка. Это воспаление мочевого пузыря. У животного диарея или запор. Если вы делаете все правильно и не добиваетесь результата, то, может быть, самое время обратиться к ветеринару для обследования и выявления проблем со здоровьем у котенка. Если это видео для вас было интересным, подписывайтесь на канал и поделитесь ссылочкой на это видео с вашими друзьями и знакомыми. видео. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.